друзья всем привет с этого места я начну свое видео сейчас я нахожусь в аэропорту кольцово это в екатеринбурге уже прошел таможню сдал чемоданчики и сижу ожидаю рейс не был здесь чуть больше чем год и конечно многое изменилось например вот эта штучка раньше такого не было сейчас тут социальная дистанция все дела короче момент аэропорт здесь довольно таки большой здесь панорамный вид самолеты приехал я максимально рано часов за 6 до вылета потому что машина голову пудрила лучше я уже приду рядом чем опоздаю конечно в условиях пандемии все было очень специфично перед вылета прям с нетерпением ждали тест короче и волновались потому что фиг его знает вроде как будто все нормально но кто его знает что у тебя внутри так просто бах забыли тебе тест и остался ты дома отдыхать а денежка твоя сгорела поэтому мы еще боялись у нас пристава могут не выпустить теперь мы еще боимся что у нас из-за теста будет не выпустить короче специфично все специфично становится кстати в египте я не был 9 лет честно как там стало что пять лет то было просто не попасть уже через россию можно было через казахстан как-то там объехать но моя история как не любишь не заморачиваться в общем решила поближе подойти к окошку показать вам взлетную полосу наш самолет где-то вон там в конце ну судя по хвосту как бы я вот его узнаю это вон там стоит ухвост летим вы компания газу и уже не первый раз летаем уже узнаю самолетик короче пока я вот вас все показывал у нас по ходу дело уже скоро посадка пошел за женой и будем ставить самолет тоже было выразить короче таможню пройти первым супер был все здесь я быть первым короче не стоять такой очень это уже половина губы когда ушла то что осталось короче зайдем у меня места очень печально не аварийный выход всего пять часов так думаю долетим нормально ну ребятки наш сын обретал взлету и едете в Каиде короче мы добрались все прошли таможню создали сквапки все хорошо сейчас короче до трени доеду я расскажу долетели долетели как-то так специфично но главное долетели короче вот наш автобус который привезет нас в Кургаду за него нам еще пять-шесть часов короче там стать так вот для Египта да были такой небогатой страны аэропорка не хочет даже богатую аэропорка не хочет сделать это так и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Время 9 часов вечера За 2 суток поспал только час А в автобусе Получилось у нас 8 часов Други И как сказать Они дождались немного легче чем на самолете Самолет у нас сел не сразу Только со второго раза Был сильный боковой ветер Сдувало Получается развернулись и опять пошли на посадку Так в целом в принципе пока неплохо Сейчас получается Должимся отдыхать Утром покажу отель Ну что мы немного выспались Позавтракали И сейчас покажу вам отель Находимся мы в отеле Титаник Палас Пятерка Сейчас небольшой такой Обзорную экскурсию проведу Так выглядит вход со стороны ресепшена Здесь стоит несколько ресторанчиков Где проходят завтраки Обеды и ужины И дальше идет прямая дорожка В сторону моря Вдоль дорог везде Вот такие вот Бассейны Бассейнов здесь реально Очень много Можно не идти до моря А путь Также стоит множество таких бар Столики можно также позаграть Просят перекусить или выпить Кстати наш номер Положен вот здесь Вид с него я покажу Так вот несколько мостов Мы уже прошли Снимать иначе он оттуда И вот уже далеке Начинает виднется море Сейчас дойдем Посмотрим Вчера ночью подходили Был получается отлив И воды мы особо не заметили Сейчас посмотрим Как он там Также расположен Такие вот мгала С собственным бассейном И вот Красивые газончики Короче всю дорогу До моря Провождает красота Также получается Здесь есть Аквапарк До него мы дойдем попозже Возможно даже испытаем И где-то вот здесь Я тоже видел горку Сейчас Зайду У нее покажу И вот она Центальная Улочка Предходящая к морю Кстати вам водичка Прибыла Чаю не было Вот горка Про которую я говорил Очень высокая Не знаю Прокачусь Не прокачусь Возможно попробую Здесь Детский Ну вот Основной пляж Там На море Ну вот Она прибыла Как-то Очень Главно Вот она Все еще Смень Потому что люди Там что-то ищут Наверное Сокровище Чтобы дойти Вместо Курганина Долбали Вонтончик Вонтончик Туда Удейти И там Не знаю Как в Курганина Шримашейке Было прикольно В понтонопогреш И там созван Такой Коралловый риф Красивый Здесь пока Не знаю Как будет Но обязательно Попагаю Так вот Пошли до понтона И ты еще Конечно Такой Неслабенький Сейчас Осталось Каких-то там 500-700 метров И мы На месте Посмотрим Насколько Живописный вид Вонт Дошли почти до конца Пантона И вот Начинается Глубина И уже Местные обитатели Здесь встречают Очень красиво Разные Глубины Здесь Поголубее Там потемнее Там Синий цвет Здесь Четко видно Как проходит Коралловый риф Где Так сказать Пожелтее Посолотовее Цвет А потом Проходит Здесь Уже Поглубже Что-то Любок Если честно Не так уж Много Я ждал Поголос Потому что Я Ничего Не повалазить Потому что Шагер Просто Здесь Как бы Есть Но Там 시стрел Заломляю Букол Когда На Сад И Обязательно Букол Сад Чтобы Сад 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 Территория аквапарка, здесь детский город, там чуть повыше. Здесь я поднимаю в бассейн, который с искусственной волной, но это не точно, пока еще ничего не работает, все работает с 10 утра, а время сейчас всего лишь 8 утра, так что когда все это работает, я отдельно все это сниму. В общем, поменяли мой номер, потому что у нас были раздельные кровати, сделали, чтобы была слитная. Вид, конечно, здесь чуть-чуть похуже, можно так сказать, а может быть даже и получше, потому что там был вид на основной ресторан, и было немножко шумно. Здесь как бы так более-менее тихо, конечно, море там сейчас стало подальше, но ничего страшного. Так как море здесь постоянно уходит, как бы, так сказать, много не потеряли. То здесь как-то так вот спокойнее, поуютнее. В общем, модель, как бы, в целом, как бы, такой прям уютный, хороший, всегда чистенько, все убрано. Единственное, с посудой, как бы, есть моменты, то есть, там, бывало нет-нет где-нибудь, там, чашка не помытая, там, тарелка не промытая, стол там плохо убран. Ну, это, как бы, нюансы, как бы, я не избыздил их, поэтому мне, как бы, не критично. Увидел непромытую, взял такую, как-то, то есть, пофиг. Но зато из плюсов, как бы, выходишь в коридорчик, и вот Давида на море тебе уже прям рукой подать. Немножко побыстрее я пройду, чтобы долго это сегодня снимать. Здесь какой-то другой отель, ну, здесь непонятно, какой-то вид, вид на дом, так скажем, очень-очень. Пожалуйста. Вот оно, более, можно из-за отслеживания, условно, или обратно, видимо, здесь. В общем, по отелю немножко понятно, сейчас выйдем за пределы отеля, покажу, какая там обстановочка, что есть. Кстати, до аквапарка сегодня пока добрался, он уже закрылся, оказывается, до 5 часов вечера работает только. Так что завтра, я думаю, уже сниму там все эти горочки. Кстати, сейчас прохожу мимо, смотрю, стоит вот здесь Солярис, а нифига, это акцент. А у нас это Солярис. Кстати, и Ниссан Сани. У нас такого тоже нет. Это как Алимера, только чуть-чуть изменено. Это, впрочем, и старый акцент. Здесь тоже весьма в другом пузове. Сбоку такой же. А спереди, сзади, такой. Выходя на улицу из отеля, тут все, получается, минимум магазинчиками уставлено. Ну, короче, какие там сразу продавцы тебя облепливают, там, и тебе чай предлагают, все на свете. Но, как бы, я уже с предыдущих поездок знаю, что, короче, чай не спить нельзя. Потому что там в тебя, может быть, что-нибудь добавленное, короче, и раскатают тебя на все, что у тебя есть. И уйдешь без денег. Хотя, может, что-то изменилось, кто знает. Я сомневаюсь. Вот такого плана магазинчики. Целая куча. Как на той стороне, так и на этой. Ну, естественно, есть такие лужаечки. Симпатичные. Очень приятно прогуляться. Причем вся эта прилегающая территория, как бы, нашего отеля. То есть, вот он вход. Титаник Палас нашего отеля. Титаник Бич. Титаник Бич сейчас почему-то не работает, не знаю почему. Только аквапарк нам работает, сам отель закрыт. Короче, что сказать. Магазинчики здесь такие довольно-таки недешевые тоже. Потому что около отеля они всегда, в принципе, недешевые. Ничего удивительного. Вот. Ну, и податься такие прям нападают на тебя, там, дай дороги. Ну, купить можно все, там, я не знаю, там. Начиная от чая и масел, там, кончая одеждой, там, и всем остальным. Что, в принципе, если никуда ехать, далеко не охота, можно здесь, в принципе, взять. Идем по улице Сольного Центра. Уже прям не первый отель, прям такой заброшенный стоит. Так поймешь, видимо, все-таки этот перерыв. Что Россия сегодня летала. Видимо, все-таки стандалось. Мы уже подходим вот к видам к Рыжовам. Минут 20 ходьбы, мы дошли до Леопатра Базар. Магазинчик. Все пофиксированными ценами. Но, как говорится, десторг иезде уместен. Получается, вот здесь прошли, но сейчас темно уже. Видно будет. Тут уже целая леда получается. Магазинчиков. Сервис, конечно, такой, довольно-таки очень навязчивый. Устаешь прям за отвечать всем. Ну что, спустя неделю отдыха, наконец-то, сейчас доберемся до аквапарка. Я, конечно, по нас там катался, но камеру с собой не брал. Сейчас я сниму аквапарк. Вообще, вот ту зеленую, синюю. Я уже покалил в свое время, но сейчас сниму еще раз. А сейчас мы пойдем вот на ту синенькую. Там я еще не был. И вот одна из причин, почему мы отдыхаем подальше от аквапарка. Потому что здесь просто, блин, уши заложат от детских криков. Но опять, если вы пришли с ребенком, то, может, вам это и к лучшему. Короче, жена забоялась сазути на большую. И пойдем сначала на маленькой скатимся. Ну, маленькая, это такая прям совсем смешная. Но съехать стоит. Что-то, короче, не получается, нужно поехать. Безуточное веселье, а. Ну, как, поехали тоже. Может, ты просто ничего делаешь? Нет, ты просто приподними полку, короче, у тебя вода там упала. Короче, вообще, мы со своим весом уже не едем. Тут чисто детская горка. И мы этим туфликом, на котором сидим, просто тупо держимся за пол. Вообще не едет. О-о-о, поехал. Ой, бабочки, бабочки. Опа. Только под конец получилось скатиться. Когда вообще это совсем не впечатлило. Ноги, очень важно ходить, лучше тапочкой ходить. Пойдем вот на эту синюю горочку. Они уже были, в принципе, особо не страшные. Короче, для этой горки нужно вот такой вот матрас. Довольно-таки тяжеленький. Но на нем очень безопасно, вроде как. В общем, с этой вышки открывается вот такой вот обзор красивый. Там видно, что начинается прилив на море, но воды еще очень мало. Ну, естественно, на весь, на всех тракционах, точнее, безбежащий. Тоже вид неплохой. Вот на бунгало вид. Так, вот она наша стартовая точка отправления. Так, садись только сбоку, не садись только в гипочке. Туда? Да, давай, это чтобы. Все, погнали. Все, погнали. Не, вот сейчас хорошо сгодились. Так, пришли мы вот на эту горочку, на высокую. Сейчас сначала оценим предыдущих спортсменов, которые скатываются. И пойду сам. Жена категорически отказалась идти, потому что не страшно. Высоты боюсь. Ну что, ребятки, едем, нет? Ах, что-то даже, если честно, я передумал. Ну, если я говорю, что я передумал, то не значит, что я туда не пойду. Однозначно пойду. Один лестничный полет меня отделяет от спуска. Тут также красивый вид. Море, яхты. Хорошо здесь жить. Да денег не хватит. Короче, я снять не успел, но это обосраться можно, ребят. О, у меня же голова закружилась. О, жесть. Короче, в какой-то момент, прям на самом старте, эта вот рюшка прям оторвалась, короче, просто от этого покрытия. И прям в свободном падении шел, короче. Ну, телефон мне там не разрешили взять. Скальпу, что можно улететь. Держись типа тумя руками. Ну, не стал нарушать инструкцию. Короче, сейчас у нас перерыв полчаса, потому что волкогрка длинная, по которой я хотел скатиться. Она сейчас пока не работает. 4 часа открывается. Так что пока сидим, ждем, отдыхаем. Короче, решил я полчаса не сидеть. Ну, скончусь я еще по этой зеленой винтовой. Короче, вот эта, которая ближняя, сюда закрытая. Мне там всю дорогу получается летишь, как бы, неизвестно, что там темно, как бы, только в конце, вот, видите, свет в конце туннеля. А следующая, получается, вон та, она открытая. Вот, как бы, там и в МЖНС съезжали, но она больше не хочет, потому что, как бы, страшно было. Так что поеду один на ней. Вот на реку, где грелка закрытая. Здесь получается открытая. На ней и поедем. Окей? Все, дальше поехали. Как какашка в унитаз снимаешься, еще и подбрасываешься. Короче, весело, что-то делал. В общем, жду сейчас ту горку. Все, идем дальше гулять. Подошел к горке. Смотрю график работы, мои мечты прямо. С 10-10, из 16 до 16-20. Я знаю, не устают работать. Я бы не вывесил на качестве. Сейчас тоже момент еще вычитал. Максимальный вес 70 килограмм. Блин. А я 105. Посмотрим. Пусть у меня или нет. Ну, вот как все, я ожидалась. Сказали, иди худей. Ну и ладно. Я думаю, там не так уж было интересно. Короче, по аквапарку у меня вердикт такой. Самая страшная горка, где просто ты вот падаешь. Ну, реально страшная. Все остальное, как бы, так пойдет. В общем, сегодня решили опять дойти до города. На обратном пути возьмем арбуз. Опять же, если у нас все стоит по весу, по цене. Также еще возьмем манго. Манго здесь какое-то тоже интересное. Как зеленое, внутри как будто бы спелое, такое оранжевое. Я местный манго еще раз не пробовал. В отеле тут кусочек арбуза, там, не знаю, 10 долек стоит 3 доллара. Сейчас узнаем, сколько это стоит на улице. В общем, тут рядом с нашим отелем есть еще вот такой отель. И если вы едете без детишек и любите поплясать и повеселиться, я думаю, лучше вам в него. Он, в принципе, такой вообще немаленький и довольно-таки веселый. В общем, сходили тут, они подбилелку от отеля, магазинчик есть. Купили там арбуз и два манго. Манго, конечно, что-то по цене прям совсем не дешевый. И выходит примерно 5 долларов, короче, за килограмм. Вот. С арбуза, как бы, ну, скверечку сделали 3 доллара за целый арбуз. Такой немаленький причем. Вот. В отеле, как бы, ну, если так сравнивать, там 5-6 кусочков они нарезают арбуза, также стоит 3 доллара. В принципе, на этом сэкономили. Ну, на манго, ладно. Пока на пробу взяли, можно и долго купить. Манго сейчас помыл. Смотрите, размером с чайник. Такие прям немаленькие. Вот 2 манго килограмм. Манго я просто обожаю. Не знаю, конечно, местный манго никогда ничего не ел. Надеюсь, он такой же вкусный, как в Таиланде. И арбузик засунул в холодильник, потому что он сильно теплый. Там сразу нам дали попробовать, что он сладкий. А все стоило, поэтому мы его взяли. Ну, реально прям сахарный. Так что, если это видео вышло, значит, мы манго не отравились и арбузом тоже. Вообще, почистить манго таким ножом не получается. Будем его просто половинить. Есть вилочкой там или как-нибудь еще. Так, он внутри мягкий. А в Таиланде, кстати, спелый манго почему-то желтый. Здесь вот он зелененький, но внутри, в принципе, такой же. А запах? А запах прям знакомый. Короче, сейчас так это сделаем. Косточку сейчас из внутри убираем. В принципе, каждому по половинке можно покушать. Ребят, ну это такой кайф. Манго, но и в Африке манго. Сейчас еще покажу вам вечернюю анимацию. Ну, а такая же, не особо хорошая, как и дневная. Так что, ничего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так проходят наши последние вечерочки на балконе над центральным рестораном. И, кстати, я здесь отметил свой юбилей. Сейчас покажу, как это было. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну и в конце этого видео я подведу итог. Общие впечатления об отеле. Расскажу про плюсы, расскажу про минусы. В общем, сейчас сходил на море, сделал свое последнее погружение в этом отпуске. И сейчас все вместе склею и покажу, какие там обитателей встретил. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Но да, опять же, там глубоко. То есть, если плохо плавать, то лучше не надо. Собственно говоря, на этом минусы-то и заканчиваются. То есть, отель неплохой. По поводу отъезда, по поводу приезда, вот моменты тоже. Я знаю прямого будут вопросы. По поводу ПЦР тестов. Короче, с ПЦР тестами, с кривыми прям даже не думайте ехать. Потому что приезжаешь, короче, сканируют. Что-то не так, короче. Все, до свидания. Но это уже сейчас так сделали. Мы когда приехали, у нас просто вопросы возникали ключом, как бы, ну, еще не дома их не отправляли. То есть, их либо на повторное тестирование, либо дома сидеть, ну, в доме, в отеле сидеть 14 дней. Но у кого-то всего отдых 14 дней, поэтому не вариант. По возвращению, получается, в аэропорту Каира досмотр просто в несколько этапов. Сначала ты заходишь в аэропорт. Тебя там все проверяют, все сканируют, все смотрят. Все проходишь на стойку регистрации. Регистрацию проходишь. Проходишь, получается, все эти паспортные моменты. И начинается самое интересное. Ты попадаешь в зону, где тебя еще раз там босиком ты проходишь. Тебя там всего-всего тоже прям рассматривают. Все опять твои сумки сканируют, воду забирают. Тут стандартный в принципе. То есть, тут ничего особенного. А вот самое особенное, это в конце. Когда подходишь уже к выходу на посадку, там тебя ожидает небольшой сюрприз. Там тебя опять проверяют всего. Все твои вещи из лучной клади. Все выкладывают, все выворачивают. Берут специальные какие-то, короче, такие мазки. Проводят по всем твоим вещам. Ботинкам, рукам, по всему, по всему, короче. И засовывают в какой-то аппарат. Тем самым они проверяют наличие каких-то частиц, там взрывоопасных. То есть, может, куда бы там бомбу там тащили, еще что-либо. То есть, какие-то микрочастицы остаются. На них идут тест. У меня, в следующий раз, первый раз не прошел тест. Засунули своем красный. Ну все, опять думаю, сейчас начнется. Ну ничего, там какая-то ошибка произошла у них. Со второго раза нормально все было. А я ехал, в принципе, у меня были на меня только шорты и футболка. И никакой неручной клади, ничего не было. Пусть я вообще так проскочил, там нормально даже не проверяли. Собственно говоря, вот и все. Кончилось наше небольшое путешествие. Купим деньги-то новое. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.